Всем привет, это Локо ТВ, и мы продолжаем нашу рубрику по номерам, и сегодня мы узнаем, как живут Тимур Сулейманов и Егор Погвастнов. Поехали! О, как неожиданно! Привет! Привет, Тимур! Проходите. Какой ты гостеприимный. Да, есть чуть-чуть. Располагайтесь. Егор, добрый вечер. Добрый вечер. По-моему, самая неожиданная пара, в которой можно жить вместе. Как вы находите общий язык друг с другом? Мне кажется, вы абсолютно все разные. Мы с первого дня нашли общий язык, так как еще в Академии вместе были, общались и дружили. Там, как семья, в принципе, у нас в Академии все было. Ну, с того момента. Покажите, пожалуйста, ваш номер. Как вы живете? Что делать? Очевидно, это кровать Тимура, судя по атрибутам. Да, это моя кровать. Там есть книжка, в которой я учу язык арабский. Можешь показать? Могу. Арабские слова. Это пропись, получается, или... Нет, я учусь просто читать, вот, чтобы я умел свою священную книгу. Что-нибудь скажи. Можешь прочитать что-то из этого? Нет, не хочу. Хорошо. Не уговорились. Хорошо. Погласно, Егор. Покажи, что ты. Да мне ничего. Так-то... Джойстики для PlayStation. Ага. Откроешь шкафчик? Рост. Книжечка. Деньги. Паспорт, деньги. Нет, я тебя уже давал. А, все, понял. Все. Больше ничего нет. Вот PlayStation, вот фоточки мы постоянно с Погосом смотрим, любуемся. Вот. Моими. Да, это его фоторамка. А так, в принципе, скучно. Здесь у нас все. Егор, Тимур не любит играть в PlayStation. С кем ты играешь? Расскажи. Постоянный клиентик у меня, Батраков Алексей. Играем в UFC. Результаты интересуют? Не в FIFA даже? Не в FIFA? Нет. UFC. А я не разрешаю здесь. На это влияние Тимур Асси, видимо. Они просто, ну, изначально, типа, я им сказал, типа, сидите тихо, и все. И они решили меня, типа, напугать этим, потому что они UFC на это играют. А они не думают, что в реальность это совсем по-другому. Ну, и как результат? Ну, поначалу он меня уиграл. Не будем отрицать, да? Было? В том отеле. В том отеле. Здесь, что скажешь? Тоже. Ну, что ты говоришь? Ладно, Егор молодец, старается. Здесь все, уже без шансов. Телевизор другой, все другое. Еще мага был. О! Мага был. Результат. Ты не помнишь? Нет, не помню. 0,7. 0,7. Ну, это ужас. Макеев просто. Помойка. Не, ну, он очень слабый. Очень слабый. Фифон, говорит, умеет, если не играл. Но в UFC не, не умеет. Да. А бои UFC вы не смотрите? Только на приставке? Смотрим. Недавно были бои. UFC 298, правильно? Да. Да. И вот мы с Егором смотрели, болели. Ну, вот. И, конечно же, для кого мы ставили кейли игры. Короче, ты плотно подсадил Егора на единоборство. Да нет, он и до этого смотрел. Да, он по-моему увлекался, я ему сказал, да, более серьезно. Ну, хотя бы спарринговаться пока еще не начали друг с другом. Ну, это в Москву по приезде. Да. Пока еще не так устали, да, друг от друга? Ну, да. Если еще один был бы спорт, то там уже все серьезно было бы. Пока ты только с Дюбой дерешься, получается. Ну, как дерусь. Но там шансов у него нет вообще. У меня? Да. Да, ем, не. Ну, что? Я уважаю старших. Ну, ладно, тех. Не, все правильно с конкурентами по позициям. Тимур с Артемом дерется, Егор с Магой. Да, да. Разобрали себе и уничтожили. У нас серьезная борьба. Какой сбор вам больше понравился? В Абу-Даби или здесь? Ну, судя по тому, что третий сбор он всегда бывает легче и более тактический, нам третий сбор больше нравится. На первом-втором сборе он более силовой такой, приходится и бегать много, вот, и по две тренировки каждый день. Ну, тяжело переносить. Психологически здесь жультишь? Ну, психологически, да. Ну, уже смотреть друг на друга не нужно. Уже слишком много. Да. И так было тяжело. Сейчас еще хуже. Ну, вы выходные отдыхали друг от друга. Тимур, ты ездил в Мекку. Можешь нам рассказать об этом, а у тебя это слишком лично? Нет, это не лично. Я был сначала в Медине. Там у нас священная наша мечеть. Потом я полетел в Мекку. У нас называется это Умра. Вот, я прошел, ну, совершил Умру. Один день там был со своим братом двоюродным. И духовно очень, мне очень легко стало. И то, что там побывал, и все это увидел, и приехал сейчас сюда. Опять одно и то же. Сейчас настроение выпало. Зачем я вспомню? А там именно в моменте, во время намазов, обрядов, насколько тяжело было? Честно говоря, тяжело было в плане того, что народу очень много было там. И тяжело было проходить. Очень много ходить надо. Не высыпался. Потому что хотел больше отдаться от религии. Так сказать, награду получить от Севышина. И такой уже на сборы убитый приехал. Расскажи про смену имиджа. Она у тебя на выходных как раз произошла. Было очень неожиданно тебя увидеть после выходных с такой прической. Решил сменить на лыску, так сказать. Чтобы пугать защитника в себе премьер-лиге. Ну, пока только одного пугаешь. Да нет. Ты не боишься? Нет. Молодец. Егор, а расскажи, как ты решил свое имидж сменить? На тебя, чтобы влияло. Да я в отпуск собирался с женой лететь. И решил в жаркую страну немножко сменить. Думал, только на отпуск оставлю. А посмотрел. Мне понравилось, как смотрится. И я решил оставить. Дальше, что-то, да, посмотрим. Может быть, беру. Может быть, дальше покрашу. Очень интересно будет на тебя по возвращению в Москву, конечно, посмотреть. Вы с Ильяновым не сговаривались? Ну, он первый покрасился. Он там фотку прислал мне. И у меня, получается, через два дня была запись тоже уже краситься идти. А так разговариваться не было. Я, наоборот, неожиданно было, что он покрасился. Я из этого не знал. И так получилось, что и он, и я. Да, Нихудиков просто рассказывал, что вы с Сашей ему почти одновременно скинули фотки с новой прической. Он подумал, что вы просто сошли с ума коллективно. Его не взяли пока. Ну, так и есть. Они сошли с ума. Только они так могут покрасить. Почему? Тимур, ты бы не покрасился никогда? Да, куда? У меня уже волос нет. Тух. Если на них, смотри, у меня волос сами выпадать начали. Городу можно. Тебе и так выпадали. Тебе подошло? Куда мне лет 30 съем? Ну, конечно. Мы все знаем. Дети не так поймут. Сейчас опять будет писать в комментариях, что Тимур переписанный. Да пусть пишут. Мне вообще безрайц. Это не как в жизни. Не докажет, да? Не докажет, не докажет. А не, это даже когда я в академии был, я пришел только в локомотив. Ну, естественно, у меня генетика как бы другая. Я с Кавказа и выгляжу я всегда старше. Вот, и люди думают, типа, старше, старше. Там пишут, бороду приписывали мне. Не, вообще. Да не, я вообще не парюсь с этим. Ну, по крайней мере, не как Марио Митой. Который 2003 года рождения, мне кажется, выглядит он даже старше, чем ты. Вот такой ощущение, как будто у вас реально нет вещей. У вас очень просторный номер, насколько это возможно. Ну, вот реально такие спросы. Да мы просто в чемоданах лежат, которые вещи, которые нужно достали. Берут. В шкафу висят вещи, которые, ну, личные. Которые выйти в город, куда-то еще, слетать до дома. Вот я летал, у меня висит в шкафу. А все остальное лежит в чемодане, что не нужно. Тебе помогла поездка домой? Психологически? Психологически я очень хорошо отдохнул. В том плане, что я сначала с женой побыл два дня. На третий день я съездил за город к родителям, к сестре. Также с женой. И я перезагрузился, мне я дал силу. Ты во Владимир ездил, получается? Ну, я же в Владимирской области, в Александре. Да, я ездил туда. А что именно тебе силы? Как ты на урок? С разговорами, с семьей. Семью увидел. Любовь почувствовал. Как вы вообще свободное время здесь проводите? Между тренировками, например, если не спите. Ну, я, например, уроки учу свои. Вот, это так, в айпаде ладзи. Я днем не сплю. Сохраняю, пока Егор спит. Это мой сон. Все правильно, я ему сказал. Чтобы крепкий был, спокойный. Мальчик спал, и тренировка пошла у него спешно. Вот, это моя задача. Егор, как тебе повезло с соседом? Ну, ты рад? Хочешь сильно. Загорает не ходите? На пляж? Нет. Нет? Я и так черный сейчас. Она, куда мне дальше. Поэтому отбеливатель надо будет покупать. На балконе тоже не загорает? Не, не, в коем случае. А вид красивый? А у нас индейцы какие-то поют. Мы постоянно сейчас успокоимся. Так тебя испугались. Ты на балкон вышел, они увидели, кто живет, и все поняли. Да, вот, разись, посмотрите, какой вид у нас прекрасный. О, Зидан играет. Вот такой у нас прекрасный отель. Здесь индусы постоянно поют, кушают. О днем здесь еще анимация, мне кажется, да, шумит вот как раз с этой стороны? Анимация? Да, была вчера как раз. Да? Да, да, ты мне говорил. Что там? Здесь, когда? Аниматоры были. А, это да. Шоу-программа, аниматоры на русском. Ты ему всегда так объясняешься? Он просто не все, иначе. Ну, мне чуть-чуть надо подсказывать. Тяжело. Домой хочется уже? Очень сильно, вообще, я не могу уже здесь. Уже морально просто встаешь с постели, думаешь, е-мое, опять что-ли. Одно и то же. Да. Хорошо, что завтраки вкусные. А так, в принципе, все то же самое. Все лица уже устал от них. Хочется. В частности. Переведи. В частности от того, что устал. От тебя, конечно, все. Завтраки вкусные, а ужин еще вкуснее, поэтому давайте прощаться и отпустим вас. Да, увидимся на ужин. Вроде, да, дед, ты скидывал мне. А, да, вот он, в WhatsApp есть, смотри. Дневной сон Егора. Ну, это не всегда так. КОНЕЦ 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 КОНЕ-КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ